Рад приветствовать вас в новом видео. Меня зовут Александр Владимиров, это школа Logic Pro Help. Сейчас мы поговорим с вами про клиппинг, что это такое и вообще как с ним бороться. Для начала, что такое клиппинг? Клиппинг, если максимально простыми словами, это когда громкость трека или громкость звука становится больше 0 дБ. Например, 2 дБ или 3 дБ. Вы могли заметить, что почти все значения громкости, а именно здесь в левом нижнем углу, в микшере мы можем это посмотреть, они идут в минусовых значениях. И так и должно быть. Если значение минусовое, то скорее всего все ок. Если же значение плюсовое, как в данном случае, то Logic нам даже показывает, что-то не так. И он начинает гореть красным, сигнализируя о том, что есть клиппинг, что не очень хорошо. Давайте я сейчас включу этот трек. В этом треке нет никакого мастеринга и посмотрим на значение громкости. Можем смотреть это здесь, а можем, соответственно, нажать кнопку X и смотреть здесь в микшере, где удобно и там и там показываются одинаковые значения. Давайте смотреть на канале мастера. Если мы кликаем сюда, то у нас значение обновляется. Вот у нас 1.6 и горит красным. То есть такого быть не должно. В качестве такого домашнего задания вы можете провести эксперимент. Создайте специально клиппинг, такой существенный в своем треке, чтобы плюс 10 или плюс 5 хотя бы было. И затем переведите его в аудио. Например, в mp3 или даже в av16 бит. И загрузите еще раз в свой проект, либо в новый проект, неважно. И вы обратите внимание, что там уже громкость будет не выше нуля. То есть все пики, все, что было выше значения 0 дБ, оно обрезалось. И если вот сейчас, например, при прослушивании мы можем не слышать каких-то особых искажений, там даже 4 и 5 может быть дБ, и мы как бы особо ничего страшного не услышим, то при экспорте в аудио мы можем услышать искажения, потому что все, что было выше нуля, оно, говоря простыми словами, к чертям обрезалось, и в итоге там будет просто лишний треск. Если вы, конечно, переводите формат вав16, а 32 бита с плавающей запятой флуат, то в этом случае у вас клиппинг сохраняется, и вы можете даже от него потом избавиться. Но стандарт, с которым работают те же лейблы и так далее, это, как правило, 16 бит, максимум 24. Там все, что выше нуля, обрезается, и такого быть не должно. Конечно, у вас может возникнуть такой вопрос предположения и возражения, вы скажете, Саш, ну мы же знаем прекрасно, что у нас есть такой замечательный в Dynamics плагин, как лимитер, его вешаешь, и все отлично. Теперь все по красоте, но здесь важный момент заключается в следующем, что лимитер в данном случае он работает как некий такой, знаете, представьте, у человека заболел зуб, и он выпил обезбол. По сути, лимитер – это наше обезболивающее. Зуб не болит, казалось бы, все окей, но сам клиппинг никуда не делся. Поэтому лимитер в данном случае, он как бы проблему решает, но клиппинг в любом случае остается. С одной стороны, сейчас в современном мире это уже не является какой-то супер прям большой проблемой, но мы все делаем правильно, мы делаем так, как необходимо, потому что в дальнейшем, ну действительно, с клиппингом могут быть множество различных сложностей и проблем. Поэтому нам нужно, чтобы клиппинга не было. Но как проблему исправить? Давайте мы убираем лимитер, и мы делаем, ну здесь громкость, например, минус 4. В принципе, у нас клиппинга, скорее всего, не будет. Может показаться, что вот оно решение, но и что, и ради этого надо было целое видео записывать. Но не все так просто. Этот фейд мастера должен быть на нуле. Это по-любому, и это всегда, и это прям вот нерушимое правило. То есть, если вы сделаете мастеринг, а сделаете фейд ниже, то у вас громкость просто понизится на несколько децибел, потому что фейд идет после всей цепочки обработки. Поэтому фейд всегда должен быть на нуле. Есть еще один вариант, который, в принципе, он вполне рабочий. Вы можете взять здесь, например, в утилити гейн, и просто-напросто вот так вот взять и громко здесь уменьшить. Вот это будет уже более правильное решение. Уже лучше. Кроме того, какая еще история? Если вы будете отдавать свой трек, например, на мастеринг, неважно на студию или лейбл, лейбл нередко делает мастеринг, он попросит у вас WAV-файл, где будет, скорее всего, минус 6 децибел громкости. Он попросит WAV-ку с громкостью в минус 6 децибел. И если у вас клиппинг, то как бы сделать это будет проблематично. Повторюсь, да, здесь достаточно несложно. Вы можете уменьшить громкость, и, в принципе, все будет окей через, допустим, вот этот плагин. Но если вы сильно увлеклись, например, клиппингом, ну и вообще громкостью, то может возникнуть такая ситуация, что у вас, например, какая-то дорожка, скажем, пианино или бас, она клипует. То есть сам инструмент может клиповать, он может выходить за ноль. И если вы на мастере, окей, с помощью даже плагина Gain эту громкость понизите, то в итоге у вас все равно клиппинг здесь не исчезнет. Почему? Потому что... Давно присматриваетесь к курсам Logic Pro Help и не знаете, какой приобрести первым? Ведь у нас на сайте представлено довольно много курсов. Но теперь все стало гораздо проще. Мы подготовили для вас курсы оптом со скидкой, объединенные общей темой. Если вас интересует быстрый старт изучения Logic Pro, аранжировка, сведение или мастеринг, теперь вы просто можете выбрать соответствующий комплект и быть уверенным в том, что получите самые полные и исчерпывающие знания по интересующей вас теме и по очень привлекательной цене. Переходите по ссылке в описании к этому ролику и забирайте свой комплект курсов прямо сейчас. Если у вас здесь клиппинг, то вот эти вот все манипуляции, которые я показал, они эту проблему не решат. Вы можете сказать, Саш, ну и что? Ну какая разница? Ну и подумаешь, здесь клиппинг. Ну и что в этом страшного? Объясняю. Допустим, вы делаете мультитрек. Скажем, для того, чтобы вам сделали сведение вашего трека. Или вы делаете трек на заказ, например. И вы должны предоставить клиенту мультитрек. Это совершенно нормальная практика. Мультитрек нередко, когда нужно делать. Так вот, мы получаем ту же самую историю. У вас на пианино, скажем, клиппинг плюс 5 дБ. Вот здесь вот, плюс 5 дБ. Вы экспортируете в аудио 16 бит или пускай даже 24. И в итоге, что происходит? А в итоге, все, что было выше нуля, обрезается, звук искажается. И клиент уже не слышит звук таким, каким он должен быть изначально. Вы можете сказать, Ну, ты же там что-то упомянул про 32 бита с плавающей запятой. Да, окей, но эти файлы, они весят очень много. И не всегда с ними удобно работать. Поэтому это тоже такое, скорее, исключение. Окей, надеюсь, я вас убедил в том, что необходимо, чтобы клиппинга не было. Теперь как вообще по уму все это делать? Решается это, честно говоря, элементарно просто. Но решать это нужно на самом начальном этапе создания трека. Давайте сейчас все это уберем, оставим вот как оно есть. И посмотрим на бочку. Если мы говорим с вами об электронной танцевальной музыке, а я работаю с электронно-танцевальной музыкой, то бочку я делаю в минус 10 дБ. Не громче. Можно минус 9. Ну, не больше. Желательно минус 10. То есть я не говорю о том, что минус 10 – это вот прям эталонное значение. Может быть минус 12, минус 13, минус 14, да хоть минус 20. Главное, что не громче, чем минус 10. Ну, максимум минус 9. И здесь бочка, как ни странно, у нас минус 4,6. И по причине того, что бочка – это один из самых громких элементов в треке, то бочка минус 4, относительно нее же бочки мы настраиваем остальные звуки. Соответственно, у нас остальные звуки тоже звучат там минус 4, минус 5, минус 7 и так далее. И в сумме, это же все суммируется на мастер-канале, это все в сумме дает высокую громкость, которая уже клипует. То есть у нас получается клипинг. А если бы мы взяли и бочку сделали в минус 10 дБ, то в этом случае все было бы замечательно. В данном случае самое простое, что мы можем сделать, это выделить все дорожки. Например, давайте возьмем вот так вот. Сделаем их, ну, давайте на 5 дБ ниже. То есть вот здесь вот на 5 дБ. Здесь у нас группа будет минус 7 дБ. Мы делаем все кратно меньше. Соответственно, что у нас здесь еще? Здесь у нас идет... Так, брас, 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 брас. Сейчас у нас здесь вот эти 3. То есть вокал нам нужно взять вот так вот. Сделать здесь минус 8, значит, минус 13. Повторюсь, если бы вы изначально все это сделали, или я бы, например, это сделал в данном проекте, в котором я специально так вот все создал, то у нас получилось бы все, в общем-то, окей. Ну и вот здесь вот тоже и фиксы, так, кроме, естественно, мастера, мы делаем тоже минус 25. Где-то мог ошибиться, но, в общем, покажу в любом случае, даже уже сейчас. Вот видите, громкость у нас минус 13 дБ. И смотрим, что на мастере. Все отлично, громкость минусовая. В итоге я абсолютно уверен, что у меня нету клипинга нигде на дорожках, потому что, ну, если у меня на мастере не клипует, то на дорожках и подавно. Если, значит, я хочу сделать трек громким, то я беру все тот же лимитер, но он у меня уже выполняет роль не обезболивающего, про которую я говорил, который решает этот клипинг, эту проблему, а я могу вот здесь вот навалить громкости, и у меня будет такой своего рода мастер. То есть, чем меньше, это не значит, что лучше, но, по крайней мере, не хуже, потому что разогнать трек по громкости вы всегда успеете. Даже если бы вы сделали бочку минус 20, и все остальные звуки у вас были бы очень тихие, то вы просто здесь бы гейн увеличили на максималку. И в итоге у вас все было бы нормально, и в итоге у вас все равно все звучало бы хорошо. Поэтому давайте подытожим. Если не влезать во все эти дебри, то самое простое, что вы можете сделать, это поставить бочку громкостью в минус 10 дБ, а может быть даже и ниже. Вот она, видите, минус 9,6, то есть не громче, чем минус 10 дБ. В этом случае вы практически наверняка будете избегать клиппинга. И если же так получилось, что все-таки у вас на мастере клиппинг появился, но бочка минус 10 дБ, вы пишете какой-то электронно-танцевальный трек, то это реально может сигнализировать о том, что вы очень криво свели свою композицию. Потому что при таком значении это прям надо постараться, чтобы громкость всего трека клиповала. Скорее всего, клиппинга у вас никакого не будет. И если клиппинг все-таки есть, то нужно подумать о том, что скорее всего вы что-то свели неправильно. Либо у вас что-то не так с балансом громкости, либо у вас какие-то пики зашкаливают, вам нужно их подрезать компрессором, либо лимитером. Также еще раз подытожим, что вот этот фейт мы всегда оставляем в нулевом положении. И эти манипуляции, они нужны для того, чтобы потом у вас не было никаких проблем, чтобы вы могли спокойно сделать мультитрек и не думать о том, что на какой-то дорожке у вас есть клиппинг. Чтобы потом, когда, например, у вас попросят, чтобы у вас был аудиофайл для мастеринга, попросят вов-файл для последующего мастеринга, например, лейбл, вы не заморачиваясь, выключили всю обработку на мастере, уже не особо там выставляли громкость, а у вас сразу уже здесь будет порядка минус 6 дБ. Ну, может быть, для дополнительного контроля вы можете вот так вот гейн повесить и еще там на пару-тройку дБ понизить. То есть это упрощает вам жизнь в дальнейшем. В общем-то, все. Вот так вот мы разобрались с тем, что такое клиппинг. Клиппинг – это не очень хорошо. На факультетах звукорежиссуры за это вообще сажают в карцер и, в общем, наказывают очень сильно. Поэтому избегайте клиппинг. Даже если вы пишете биты, то используйте просто клиперы на мастере, которые будут эмулировать этот самый клиппинг. Ну и в конце концов, если вы все-таки уж решили клиппинг оставить в своем треке, неважно по какой причине, то, по крайней мере, вы уже сейчас знаете, что это такое. И если это правило вы будете нарушать, то хотя бы зная, что это, зачем и почему. На этом все. Надеюсь, тему эту мы разобрали. С вами был Александр Владимиров, школа Logic ProHelp. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok